С обысками нагрянули сотрудники Госфинслужбы в офис компании «Миранда». Именно она занималась разработкой программного обеспечения для системы электронного декларирования. Что искали фискалы и в чем подозревают директоры этого предприятия, узнаем от Анны Каменевой. Это Наталья Гранат рассказывает об утреннем визите правоохранителей. Она бухгалтер скандальной айти-компании «Миранда», которая разрабатывала программное обеспечение для НПК. Фискалы нагрянули в ее дом, поэтому адресу официально зарегистрирована фирма. Искать стали документы, связанные с «Мирандой». Они начали, я их отпустила. Но так как я знала, что у меня документов нет. Их нет, потому что прошла проверка. Все документы за три года, согласно запросу ДФС, были наданы проверяющим. Тогда нарушений в бухгалтерских отчетах, утверждает Наталья, не нашли. Но сегодня правоохранители не ушли с пустыми руками. Изъяли жесткий диск домашнего компьютера, говорит бухгалтер, и забрали все флешки. С утра пораньше нагрянули фискалы и в квартиру бывшего директора «Миранды» Юрия Новикова. Прокуратура подозревает его в уклонении от уплаты налогов во время разработки программного обеспечения для Е-декларирования. Компания получила на это почти 97 тысяч долларов от ПРООН. Но часть суммы, по данным следствия, вывели через эстонскую кампанию. Подозрения вручили Новикову еще 15 мая. Нам здаётся, что это спроба отвернуть увагу от того, что результаты власного декларования не дослеживаются, как высадят заперечки, и вытягнули на публичность, и натиснуть на кампанию, которая разработала систему, которая даже сейчас не эксплуатуется. Но в прокуратуре Киевской области утверждает, эстонская кампания использовала деньги не по назначению, при этом госбюджет недополучил почти миллион гривен налогов. Такую информацию разместили на сайте прокуратуры, однако от комментариев отказались. Впрочем, некоторые детали дела еще на прошлой неделе с трибуны парламента рассказал генпрокурор. Керевник Тов Миранда, некий пан Новиков, подписал угоду, доручил выполнение этих работ выкладчику Киевского политеху, а также его студентам, что они сделали. Пан Новиков замыслил эти деньги присвоить и ухилить себя в видеоподаткования. Таким образом, деньги, которые были даны Тов Миранда, были выведены через фиктивную фирму на рахунки в Эстонию. Юрию Новикову Соломинской соцстолицы будет избирать меры пресечения уже завтра. Анна Каменева, Елена Митясова, Вячеслав Ролов, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер.